Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую! Сегодняшний выпуск у нас будет посвящен такому популярному овощу, как кабачок. Те советы, которые я вам сегодня дам по его выращиванию, в полной мере касаются также и других его сородичей, таких как патиссон и тыква. У меня в руках кабачок прошлого года, он небольшого размера, моего любимого сорта, ананасные, и это хороший мягкий кабачок, он довольно увесистый, он не потерял, конечно, потерял немножко весе относительно того, что было, когда он был собран, однако кожура у него все еще мягкая, хорошо чистится, и там внутри довольно много сока и мякоти, которую все еще можно потушить и приготовить какие-то приятные блюда. О чем же я хочу сказать? О том, что этот кабачок замечательно сохранился почти до середины июня месяца. Это совсем неплохо для кабачка, хотя тыквы, хорошо вызревшие, выспившие, вполне могут сохраняться и до такого срока, однако для кабачка, согласитесь, это необычно. Такие сроки хранения этих овощей, ну, буквально до нового урожая, удаются потому, что они выращены правильно. Чтобы вырастить кабачок, ну, все знают, что я очень люблю кабачки, у меня было несколько выпусков про кабачки и про болезни, и про то, какие приемы надо использовать для их выращивания. Кабачки у меня знатные. И на самом деле, с одной стороны, вырастить кабачки дело нехитрое. Им нужна вода, им нужно высокое плодородие почв, и им необходимо довольно много света. Они не любят затенение. При затенении они начинают болеть и пероноспорозом, и настоящей мучнистой росой. Плоды загнивают, они не любят слишком большого переувлажнения, ну, как все тыквенные растения, огурец, тыква и кабачок тоже, они предпочитают значительно хорошее увлажнение почвы, потому что благодаря этому хорошо наливаются плоды. Ведь плоды состоят в основном из воды. Сегодня я хочу сказать о питании кабачка. Все знают, что тыкву, кабачок очень хорошо сажать на компост, на навоз. Вот на компостной куче тыквы растут, и кабачки просто прекрасно. Там много органики, там много азота. Поэтому, если у вас почвы не очень богаты органическим веществом, вы не кладете туда очень много навоза, компоста, каких-то других органических материалов, в этом случае первая подкормка кабачка при появлении первого настоящего листочка должна быть сделана только азотом. Нужно отдать предпочтение амидному азоту. Это мочевина, 1-2 столовые ложки на ведро воды и по литру на каждой вот такой небольшой растенице кабачка. И он возьмется расти просто прекрасно. К тому моменту, когда кабачок начнет зацветать, ему до этого момента желательно раз в 10-12 дней такую подкормку повторять. В этом случае вы можете быть уверены в том, что растения кабачка сформируются просто прекрасно. Вы также можете использовать одновременно на вторую-третью подкормки дополнительно погашенные зольные растворы. Вы можете использовать различные минеральные удобрения, которые содержат в своем составе и калий, и фосфор. Если вы сделаете подкормку для томатов до периода налива первого плода на первой кисти, то если вы будете точно такой же подкормкой кормить и ваши кабачки, это будет самая лучшая, самая прекрасная подкормка. Но в то же время кабачки относятся к той овощной продукции, которая накапливает значительное количество нитратов. Из-за значительного накопления нитратов кабачки не только плохо хранятся, а вот этот хранится, потому что нитрата в нем, ну не то что нет, в них не может не быть нитратов, но их тут немного. Это не приносит вреда и нездоровью, способствует хорошему сохранению кабачков, их устойчивости к различным заболеваниям. Как же сделать так, чтобы с одной стороны кабачки очень хорошо нарастали, хорошая заправка была сделана, я вообще туда не схожую фасоль сыпал, как-то показывал, и росли вообще капитально. И как же сделать так, чтобы особенно первые кабачки, которые получились из растений накачанных азотов, не стали нитратными. Для этого необходимо применить один очень простой, но очень эффективный прием. Я рассказывал уже как-то, что железо, как микроэлемент железа, очень хорошо регулирует азотный обмен. Оно регулирует азотный обмен таким образом, что не позволяет накапливаться нитратом в растениях слишком сильно. Поэтому регулярные обработки, вот прям раз в неделю, листья же нарастают, 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 нарастают. С того момента, как появился там третий лист, ну уже вот такого уже размера лист, там третий, да, он как правило, а потом уже следующие вообще-таки огромадные, как лопухи растут. Вот когда уже третий лист настоящий появился, приступайте к внекорневым обработкам кабачка хилатным железом. Вы можете купить хилатное железо в магазине, вы можете приготовить самостоятельно хилатное железо на основе железного купороса. Необходимо взять столовую ложку железного купороса и добавить туда от чайной до столовой ложки лимонной кислоты. В зависимости от того, насколько жесткая у вас вода. Если вода у вас на участке мягкая, колодезная, возможно, то в этом случае достаточные чайные ложки. Если же у вас вода из скважины, и вы когда ее кипятите, видите, что образуется много найпкипи, в этом случае на ведро воды добавьте столовую ложку лимонной кислоты. Кроме того, вы можете использовать в качестве хилат образующего агента, конечно же, гуматы. Вы можете взять ту же самую столовую ложку железного купороса и прибавить туда гуминовые удобрения в соответствии с инструкцией для внекорневой обработки. Их очень много разных гуминовых удобрений, и нужно использовать их в соответствии с индивидуальной инструкцией. Замечательным хилатирующим агентом являются продукты обмена псевдомонат. В этом случае вы можете применять препараты Гулливер и Стимул, или другие препараты на основе псевдомонат, таких бактерий, для того, чтобы превратить ваш железный купорос в хилатные соединения, которые очень хорошо будут усвоены растениями. Кроме того, вы можете использовать 100 мл глицерина на 10 л воды и столовую ложку железного купороса для того, чтобы превратить железный купорос в соединения, которые называются глицераты, глицерат железа. И это тоже будет очень хорошим таким паровозом, который легко войдет внутрь ваших растений и не позволит слишком сильно занитратиться вашим овощам. Кроме того, пусть даже такие небольшие дозы вот таких сочетаний железного купороса с другими компонентами позволят провести такую мягкую, но все-таки надежную обработку, профилактическую обработку против настоящей мучнистой росы. В случае, если вы будете использовать препараты стимул или гулливер, в этом случае вы не просто как бы сделаете мягкую обработку, а вы сделаете настоящую, такую супер профилактическую и стимулирующую обработку ваших растений, которые и будут гармонично развиваться, и дадут большой урожай, и он будет совершенно безопасен. Ну что ж, возьмите на вооружение этот простой метод, и вы увидите, как качественно иной урожай получите кабачка. Что ж, надеюсь, это вам полезно. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова